За все время, что на нашей планете существует жизнь, появился только один вид, который стал способен нарушать законы природы в угоду своему развитию. Только люди перекраивают созданные миллионами лет эволюции природные механизмы, разрушают и трансформируют сложившиеся экосистемы и уничтожают живую природу. Интересно, как пошла бы история жизни на Земле, если бы на ней не появился наш вид? Какой могла быть живая природа сейчас? Появился бы на планете какой-то другой разумный вид и смог бы он жить в гармонии с природой или повторил бы путь человечества? Если вам интересно узнавать что-то новое и увлекательное об эволюции видов на Земле и научных исследованиях в этой области, то советуем подписаться на наш канал. После оформления подписки вы не только сможете первыми узнавать о выходе новых видеороликов, но и оставлять под ними свои комментарии. Если же вам хочется помочь дальнейшему развитию нашего канала, то сделать это можно, отметив лайком просмотренное видео. Первые представители нашего вида появились примерно 200 тысяч лет назад на территории современного африканского континента. Около 125 тысяч лет назад человек разумный или кроманьонец начал свою экспансию по всей планете. Уже давно известно, что параллельно с кроманьонцами в то время существовало еще несколько видов людей. Самыми известными конкурентами нашего вида за место под солнцем были неандертальцы. Они обитали в суровых условиях тогдашней Европы. Но в тот период еще не полностью вымер и человек прямоходящий, живший в Африке. А недавно на Алтае обнаружены следы существования так называемого денисовского человека. По разным версиям, эти виды вымерли, не выдержав конкуренцию с более агрессивным соперником или были им полностью уничтожены в ходе борьбы за территории и ресурсы. По другой версии, неандертальцы и денисовцы ассимилированы кроманьонцами и растворились в их обществе. По крайней мере, ученые заявляют, что следы генома этих видов присутствуют в генах многих современных людей. Как раз 125 тысяч лет назад случилась очередная межледниковая оттепель. Климат на Земле стал более теплым, расширился ареал обитания многих животных. Это позволило людям начать расселение не только по Африке и Европе, но и на Ближнем Востоке. 50 тысяч лет назад была заселена Юго-Восточная Азия. 43 тысячи лет назад кроманьонцы заселили потеплевший европейский континент и вытеснили с пригодных для жизни мест обитавших там неандертальцев. 40 тысяч лет назад люди перебрались в Австралию. В период с 30 до 15 тысяч лет назад люди заселили оба американских континента. Последним регионом Земли, куда долгое время не ступала нога человека, оставалась Новая Зеландия. Люди появились там всего 700 лет назад. Куда бы ни приходил человек, он приносил с собой свои правила жизни. Люди охотились на животных, обитавших на суше и в воде, вырубали леса, распахивали почву, перегораживали реки, осушали водоемы, вторгались в земные недра в поисках полезных ископаемых. С каждым годом это влияние на природу становилось все интенсивнее и вредоноснее. Человеческая деятельность привела к исчезновению многих экосистем, к вымиранию животных и растений, к загрязнению почвы, воды и воздуха. На заре человечества наблюдался расцвет так называемой мамонтовой фауны. Огромные территории современных Сибири, Европы, Северной Америки и даже приполярные зоны были покрыты бескрайними равнинами. Там обитало огромное множество копытных животных и крупных хищников, которые на них охотились. Вообще в животном мире тогда преобладали гигантские формы. Наиболее известными представителями животного мира той эпохи были мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи, саблезубые тигры и бизоны. Считается, что прерии Северной Америки того времени могли похвастаться большим разнообразием видов, чем современные африканские саванны. Ярким примером количества обитавших там животных можно считать бесчисленные стада бизонов, которые паслись на этих территориях до начала интенсивного освоения Америки белыми людьми. Обитавшие там еще в 19 веке индейцы были неспособны хоть как-то снизить поголовье бизонов, хотя истребляли их регулярно и в больших количествах. Индейцы охотились на этих диких быков ради пропитания и шкур. Белым же поселенцам бизоны мешали строить железные дороги, распахивать поля и выращивать домашний скот. Поэтому весь вид был приговорен людьми к полному истреблению. Эта ситуация может считаться наглядным примером человеческой натуры. Везде, где появлялись люди, животные были обречены на истребление. Многие ученые высказывают мнение, что мамонты вымерли не только вследствие изменения климата и сокращения площади тундра степей. Они считают, что эти шерстистые слоны стали жертвой безжалостности и жадности людей. За несколько последних столетий по вине людей исчезли такие виды, как дронты. В последний раз эту нелетающую птицу видели в 1662 году. Стеллеровы морские коровы 1768 год. Антилопы нильгау, конец 17 века. Синий маврикийский голубь, 1826 год. Бескрылая гагарка, 1852 год. Морская норка, 1860 год. Фалклендский волк, 1876 год. Странствующий голубь, 1914 год. Карибский тюлень-монах, 1952 год. Да и сейчас множество видов живых существ находятся на грани исчезновения по вине человека. Основная причина сокращения популяций – уменьшение площадей их обитания из-за деятельности человека. Люди с давних времен вырубают леса ради дерева, а также для расширения посевных площадей и пастбищ. На реках строят плотины, сначала для работы мельниц, потом для электростанций. Да и простое уничтожение животных вследствие охоты на них ради мяса, шкур, костей, жира и других нужных людям товаров не способствует процветанию живой природы. Так были почти полностью истреблены многие виды китов, африканские слоны, амурские тигры. Также люди привыкли заселять захваченные территории полезными для себя растениями и животными. Не имея в новых местах обитания природных врагов, эти животные со временем становятся настоящим бедствием, как для природы, так и для самих людей. Также эти животные меняют природные ландшафты, вытесняя местные виды с привычных им мест обитания. Разносят паразитов и заболевания, которым местные виды не приспособлены. Кроме домашних животных, таких как овцы, свиньи или кролики, с людьми могут приходить и непрошенные гости. Одним из самых опасных в этом отношении видов являются крысы. Сейчас добыча полезных ископаемых и промышленная деятельность людей приобрели просто исполинский размах. Мы отравляем землю, воду и воздух отходами этой деятельности, разрушаем места обитания многих видов животных и растений. Также эта деятельность ускоряет глобальное потепление климата на Земле. Это приводит к быстрому таянию ледников и изменению уровня мирового океана. Но ряд ученых считает, что без участия человека ожидаемый в ближайшем будущем новый ледниковый период наступил бы гораздо раньше, а нам уже давно известно, что после таких похолоданий жизнь на планете исчезала практически полностью и не один раз. Поэтому есть мнение, что и без людей многие виды живых существ все равно бы вымерли. Но есть и противоположные гипотезы. Их высказывают ученые, которые считают, что без людей сейчас на планете процветали бы мамонты, бизоны и саблезубые тигры. Моря населяли бы бесчисленные косяки рыбы и множество китов. Также ряд исследователей предполагает, если бы наши предки проиграли эволюционную гонку, то их место сейчас мог бы занимать другой вид. Это могли бы быть развившиеся неандертальцы или совершенно иная разумная форма жизни. Неизвестно, как бы они взаимодействовали с природой. Может быть, другие хозяева планеты жили бы с ней в гармонии, а может вели бы себя еще хуже, чем мы. Но мы живем в этой реальности, и у людей для спасения природы и самих себя есть только один выход – полностью пересмотреть отношение к своему дому и попытаться как-то исправить ситуацию к лучшему. Благодарим вас за то, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам захотелось больше узнать об эволюции человека и о его влиянии на живую природу, то рекомендуем ознакомиться с другими роликами на нашем канале.